приветствую друзья попытаюсь все сразу сказать в одну чтобы там было три в одном 5 в одном там 4 в одном 10 в одном маленьком ролике допустим за 5 минут чтобы я вам сказал такое но это же вообще-то очень важно чтобы когда за короткое время можно выразить так много мыслей самое главное когда вас например зажала неважно чем ногу зажала или страх зажал или там друг подвел или компьютер сломался на у вас возникло какое-то состояние чтобы освободиться от напряжения чтобы опять освободить голову и освободить чтобы на душе было легко и спокойно чтобы легко принимать какие-то разумные решения а не быть социкленном состоянии как коконе чтобы это сделать допустим если вы будете 10 дней удобное для вас время когда у вас страх сильный когда у вас паника когда у вас боль когда вы не знаете как жить как быть как за квартиру зак заплатить или допустим красок нет вам рисовать хочется вы не знаете как быть вот в этот момент вам надо перешагнуть за горизонт а как это сделать в этот момент надо вспомнить что все открытия делаются например на стыке дисциплины например биология и кибернетика и открывается что-то потому что на стыке или например физика и астрономия и на стыке открывается что-то да короче говоря в организме тоже так же если вы будете на стыке разговора с пением во время страха вот допустим страх вас зажало неважно по какой причине неважно совершенно по какой причине страх что делать вам хочется выругаться выплеснуть эмоцию а нельзя и у вас раз поднимается напряжение и вы не знаете как быть и вы зацикливаетесь ну есть например такое что выговаривание я говорил в прошлых роликах это основа это психоанализа я раскрыл секрет психоанализа и об этом рассказывал в чем суть психоанализа я рассказывал что в поточности что между слов между словами нет перерыв потому что когда навелить так сказать на больную точку в душе человек начинает говорить 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 что у него болит о том и говорит и когда он говорит по точным образом вот у него происходит освобождение то же самое автописьмо я об этом тоже рассказывал и недавно там у нас участница тоже сказала я вот ее сейчас вспомнил с благодарностью потому что она сказала я автописьмом это делаю то есть когда мне приходят неприятные мысли ли какие мысли в голове или там но я так понимаю или страх или неприятность или еще что-то душу гложет на ягод выписывать правильно правильно молодец вот какая у нас школа сильная да я вам хочу сказать школа-то школы но что такое 145 тысяч что такое 145 тысяч когда мы даем такой контент для всего народа и у нас в этой школе мы должны были люди из разных стран мира и мы вместе создаем совместно науку человечности чтобы людям было жить лучше легче чтобы люди были здоровье чтобы люди были здоровье меньше было кризисов меньше было боли меньше было расчеловечивание мы создаем совместно науку человечности определяем понятие нам сейчас роман газенко вот сейчас мы будем делать 20 часов 14 мая вебинар совместный с романом газенко который нам поможет корни слов определять вычислять эту же на уровне сознания мы говорим о стыке мы же говорим о переходе когда мы делаем открытие мы делаем где на стыке например сейчас мы на стыке психофизиологии и психолингвистики от романа газенко метод ключ психофизиологический а он еще добавит уровень сознания и мы все узнаем корни таких базовых слов которые мы все пользуемся ну как же понимают это по-своему и поэтому получается такой вот раздрай да даже у любимых между собой людей получается скандалы потому что они те или иные слова не так воспринимают по-разному воспринимают тогда потом бывало много случаев когда ты оказывается это имел ввиду ада чушьи я тогда о господи что же мы тогда скандалили да поэтому скандалишь его по разум понимать ну ладно мы это сделаем выходите туда но это будет первое такое знаете с приглашенным спикером как говорится мы никогда не делали обычно я когда провожу занятия там или а лентам и шейлы там мои дети это одно а когда мы пригласим сейчас именно романа газенко это будет немножко другая структура вебинара это будет немножко другой доступ это будет другая цена там это все будет другое потому что это все не так как я обычно делаю а теперь послушайте и это для того чтобы поднять уровень школы чтобы у нас было не сто сорок пять тысяч подписчиков как сейчас а чтобы у нас было миллионы потому что сегодня наступает такой период такая пифуркация идет в мире такой период неопределенности когда нет у нас горизонта будущего нету образа будущего а это нужно нам сделать нам нужно сделать пошел на школа человек будущего холма футурус мы должны это сделать и мы это сделаем и мы это уже вы делаем потому что уже во многих странах мира наши методы применяют применяют хоть иногда это и другие названия это неважно меня это не страшит потому что это достояние человечества то ну приоритет это все равно за авторами там у меня изобретение патент и все прочее там приоритет написан но у нас же сейчас выходит новая школа новые книги и так же выходят и авторы вместе со мной которые создают науку человечности и новые приемы по методу принципа ключа они там тоже их фамилии их имена друзья вот выйдет сейчас уже аиста выпускает а прежнюю же бестселлером стала же многие читают а это тоже будет бестселлер это выйдет буквально через несколько дней ночи короче наш у нас все в порядке у нас все идет хорошо единственное что нужно нам как говорится ну как-то в одном спектакле начал шекспира фанте а не заняться ли нам так-то это помните я вот она раздвинуть сейчас наше знание для всех я сейчас для всех говорю же и сейчас будут много много людей подключаться вы увидите вот послушайте меня если у вас сажало прижало боль страх или какое-то состояние какое-то событие которое вас не устраивает и вы не знаете как жить как быть как выйти ситуации чтобы подумать и найти лучшее решение и нормализовать ситуацию и восстановить самочувствие и освободиться от этого страха или ненамышленных зажимов от этого блока сознания блоков тела ну выйти на свободу души на внутреннее равновесие которые являются признаком мудрости то признаком мудрости и голова чтобы была ясная свободная без страха шаблонов мышления авторитетов и комплексов голова гения да конечно мы же все и творцы мы все творцы вы это знаете просто мы сажаты все время в стрессе половина человечества даже больше половины человечества я знаю что я говорю находится в таком состоянии жутчайшим и не знают об этом они думают что они не в стрессе да а знаете почему почему они не знают что они в стрессе потому что чтобы быть свободным чтобы понять что ты зажат надо уже быть немножко свободным понимаете чтобы сверху посмотреть вот вы сейчас когда я вам расскажу что надо сделать сейчас за две минуты еще расскажу и вы это сделаете потому что кусочки я уже рассказывал я и рассказывал это в целебном ролике потом я рассказывал номер два ролик целебный там такой был это как помочь себе сложной ситуации не ждите когда вас кто-то будет подхватывать помогать потому что дело утопающих рук самих утопающих как говорится да или как там говорится напишите мне эту пословицу я хочу вспомнить как она правильно формулируется ну сделайте так если вас хватил страх например что делать как делать и вам хочется выругаться допустим да внутри себя выругайтесь а вы знаете что вот на стыке на стыке речи и пения происходит как раз таки освобождение от страха петь и вы начинаете лучше петь на стыке например ну короче говоря механических движений и полуавтоматических движений и левитационных движений происходит другой квантовый переход ну квантовый переход один и тот же это триггерный переход вот где происходит лавинообразное сбрасывание напряжений выход на состояние внутренней свободы ясности ума душевного глубинного покоя такое состояние великолепное такое бывает такое чудное состояние и когда вы сделаете так как я сейчас вам подскажу посоветую например дней десять сделаете вы заметите что с каждым одним вам надо меньше это делать как упражнение и в конце концов через 5 дней или через 10 дней 목 Geschäft почувствуете момент страха как только вспомните это и уже страх снимается в момент выступления как только вспомните это и уже вам легче говорить момент пения как только захотите петь у вас снимается зажатость да, хоть где хоть миллионы которых нас будет слушать То есть это одновременно помогает освободиться от зажимов на всех уровнях организма и психики. Но это, как говорится, как аутотренинг только для психически здоровых людей. Психически больные под контролем врача пускай делают, а врачи пускай обучаются методу ключ. Поэтому что за врач, если вы не знаете метод ключ? Я в свое время 10 лет был членом правления профессионального медицинского объединения психотерапевтов, врачей, психологов, социальных работников у Апельнянского. 10 лет членом правления, всем показывал и обучал, как это делается. Сотни людей там были из разных регионов. И потом много раз я это делал, по центральным каналам телевидения. Всех учил этим приемом. В программе «Помоги себе сам». Ваши бабушки, наверное, это уже знают. Вспомните. Слушайте меня внимательно. И так вас прижало. И поэтому в этот момент надо выговариваться. Закройте дверь, чтобы вы не подумали, что вы немножко не того. Вы, значит, ходите по комнате или сидите, выговаривайтесь. Или выписываете автописьмо вот такое. Или вы рисовываете, как на холсте. Возьмите, представьте себе мысль на холст. Возьмите, представьте себе мысль на кисточку. И работайте рукой. Выписывайте, выписывайте. Вот так, так. Свою проблему зачеркивайте, выговаривайтесь, выговаривайтесь. Вот, допустим, меня кто-то достал. Я говорю, да что же это такое? Ну, как же он меня достал? Ну, как же он меня достал? Я могу тихо говорить. Могу громче говорить. Ну, я говорю, так как говорю. Понимаете? Не сдерживайте себя. Будьте ребёнком. Побудьте самим собой. Как будто вы маленький. Когда вы были маленькие, когда вы хотели капризничать, вы капризничали, потому что у вас не было энергии себя сдерживать. И вы плакали, капризничали, хныкали, жаловались, пружжали. Побудьте немножко таким, каким вы хотите быть. Побудь собой. На любом энергетическом уровне, который тебе сегодня, сейчас, вот данный момент, чтобы восстановиться, освободиться, снять страхи и зависимости, чтобы потом за секунды ты мог это делать в любом месте, в любое время, мгновенно снимать страх, панику, и так далее, снимать блоки сознания, освобождать сознание, выходить на это состояние, научиться петь лучше, научиться быть свободным лучше, выступать, решать проблемы, помогать людям. Да? Понятно, да? Давайте выговариваемся, слушайте меня внимательно. Как только посмотрите ролик, подумайте, о чём я сказал, и повторите то, что я вам сейчас говорил, следующим образом. Как только у вас зажим, начинайте немедленно. Ходишь по комнате туда-сюда, выговаривайся, выговаривайся, вот меня достали, или там, ну что же теперь делать, компьютер сломался, ну как же мне быть, ну как это мне уже надоело, ну чё я так заслужил, почему меня все подводят, почему меня все огорчают, почему они меня не понимают. говорят, ну чё в голову лезет, то и выговариваете. Можете выговариваться очень тихо, к себе под нос, а потом начинаете выговариваясь, 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 распиваться. Да что же они мне достали, да что же они мне достали, да что же они мне не дают нормально работать, да как же мне это надоело, голова болит. «Слушай, надоело, ну достали, достали, достали». Делайте движение, которое вам в этот момент хочется сделать. Хочется вот так вот, делайте вот так. Хочется вот так, делайте вот так. Хочется вот так делать, делайте вот так. Хочется вот так, делайте вот так. А я вот когда сижу разговариваю, если вы обратили внимание, я вот так иногда делаю. То есть я давно уже, много лет назад сказал формулу «Повторяемое движение снимает напряжение». Эта формула пошла по миру. И уже все там повторяли, повторяемые движения снимают напряжение, повторяемые движения снимают напряжение. Да-да, эта формула стала известной во всем мире. Да, это я придумал. И кроме этого, я сказал, что они не только снимают напряжение, но когда человек пытается решить какой-то вопрос, который для него кажется недоступным, именно повторяемыми движениями он снимает лишнее напряжение и позволяет думать лучше, потому что снимает риск зацикливания, риск зависания. Снимается, как я говорил в одном из прошлых роликов, Луиза Хей, повторяемыми движениями снимала зависание, зацикливаемость и изобретала свои детективы все. И вот, повторяемые движения я говорил, что есть в вязании, повторяемые движения есть в легком беге, повторяемые движения есть в танцах некоторых, в вращении холохопа. Ну, короче говоря, я это все рассказывал, рассказывал, потому что если здесь новичок, он же не в курсе дела. Новичок должен взять в описании под видео, есть там ссылка в описании, посмотреть, на чем основаны ключевые приемы. Что они основаны? На естественных инстинктивных действиях человека, который и сам делает инстинктивные, например, когда он решает какой-то вопрос, который его волнует, он ходит туда-сюда по комнате, качает такое, крутится в кресло и так далее, стучит пальцами. Они основаны на естественных повторяемых движениях, и основаны на полуавтоматических движениях, и основаны на левитационных движениях, то есть идеорефлекторных. Видите, сколько много базовых вещей у метода ключ? Друзья, и так я последний раз говорю сейчас, у нас с Романом будет встреча 14-го числа, 20 часов. Он подключается психолингвистическим анализом базовых слов, которые люди употребляют, а придают им разные значения. Из-за этого бывают скандалы, непонятие друг друга, непринятие друг друга, непринятие самого себя, потому что, оказывается, эти слова совсем другое означают, а не то, что мы об этом думали, и поэтому мы друг друга не понимаем. Мы создаём совместно все участники Школы Человек-Будущих, Хомофутурус, Науку Человечности. Это будет международной язык. И тут Роман Газенко поможет нам на уровне сознания это делать, чтобы метод психофизиологической саморегуляции, ключ, обрёл новую ещё возможность. Работа с сознанием. Именно какие ключевые там корни слов он нам расшифрует, и мы будем делать сейчас вебинар. Мы на уровень сразу поднимем качество жизни людей. И поэтому вы рассылаете всем об этом, друзьям, соседям, близким, родным и так далее, кому хотите помочь. Ну, кто хочет, то есть пусть идёт. Кто не хочет, пусть не идёт. Мы никому не навязываем. Потому что это для тех, которые действительно хотят. Ещё раз повторяю. По вебинарам писать только в почту. Мне в личку писать не надо. Я не занимаюсь этим. У меня есть несколько волонтёров, друзей, которые в школе Человек-Будущего. Они смотрят, помогают, добровольно помогают, почту смотрят, помогают мне вебинары проводить. Ален тоже будет выступать, поможет. Там один приёмчик показывает, чтобы снять зажатость и выйти на вебинар, чтобы уже быть раскопащённым, чтобы уметь сосредоточиться, чтобы внимать тому, что там будет сказано. Ещё раз повторяю. Мы поднимем сейчас уровень. И цена вебинара будет другая, не как обычная, потому что это будет впервые приглашён. Другой ещё спикер. Роман Газенко. Впервые приглашён. Обычно мы всегда сами проводим, когда я провожу. Вы знаете, у всех есть преференция. Много лет, не один год, одна и та же преференция для всех. И там ещё часть целая приходит туда бесплатно, потому что я пишу пригласительные для активных участников школы. Если хотите быть активным участником, участвуйте. Я увижу там в комментах и так далее. Если вы регулярно пишите комменты, будете тоже бесплатно проходить. А так случайно заходят, там сотни людей. Они заходят, конечно, они должны за деньги прийти. А как же школа будет развиваться? А сейчас мы поднимем уровень развития школы, чтобы миллионы людей могли получать эту помощь, потому что тот контент, который мы сейчас даём, в мире никто не даст, потому что это я автор. И вместе со мной соавторы. И мои дети Алена Алиева, и Шейла Алиева, и участники школы «Человек будущего. Хомофутурс». Вот через несколько дней новая книга выходит уже, и там снова их имена, и другие имена. Ну, короче говоря, узнаете. Итак, друзья, если вы 10 дней будете в удобное время, когда вас зажмёт, достанет страх, паника, неудобство какое-то, и вы в этот момент начнёте для себя выговариваться, 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 или делать те движения, которые при этом хочется сделать, или ходить туда-сюда по комнате, или качать ногой, или, как я сказал, я сижу вот так делаю, если вы обратили внимание, снимаю напряжение, покачиваюсь, разговариваю с вами, и если вот посмотрите, я выговариваюсь, вот как они меня достали, да как же они меня достали, ну что же мне делать, ну когда же я наконец допишу эту свою картину. Ну как же, кстати говоря, в новой книге, которая сейчас выходит, там добились, там 50, по-моему, или 30 моих картин. Последних, вы видите, потрясающе, ну потрясающе, вы видите. Да, и вот они пошли, эти книги пойдут, и все будут читать, и все будут читать, и это АСТ издаёт, не я. АСТ издаёт, и только автор-то. Итак, и так, и так, теперь послушайте, 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 Я вот выговариваюсь, выговариваюсь, могу себе выговариваться под нос, ну, когда никто меня не слышит, потому что я хочу выработать навык, умение, опыт выработать в любой момент, в любом месте, если мне вдруг прижмёт, вдруг страх возникнет, вдруг больно станет, я буду думать, что же делать, как же быть, как быть, вот плохо, плохо, я начну выговариваться, вот как я сейчас делаю. Да, 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 потом начну потихоньку распеваться, да, 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 вот так вот, ну, что же делать, как же быть, как же быть, как же быть, да хочется потянуться, потянуться хочется, я начинаю добавлять вот эти движения, я вот это выговариваюсь, я добавляю, добавляю, я начинаю распеваться, 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 уже хочется встряхнуться, уже хочется встряхнуться. Видите, да? Это ещё не в сиху Короче говоря Если вы на стыке Как я сказал На стыке речи И пения Даже маленьким-маленьким Интонированием Начнёте шёпотом петь Не напрягайте Зачем вам напрягаться? Буквально 5 минут Походите по комнате Попоете себе в нос Побурчите себе под нос Ну вы понимаете, что я говорю Не надо сразу Почему человек сразу не поёт Потому что он боится, что он так не сможет Потому что у него другое состояние А вы Трогно Называется фракционировано Да, не можете петь громко? Не можете? Громко петь Не можете? Не надо Будьте медленно, себе тихо-тихо-тихо Тихо-тихо выговаривайте Выговаривайте, выговаривайте, выговаривайте Выговаривайте, выговаривайте Страх свой выговаривайте Что в голову приходит выговаривайте И потом начинаете это пропевать Пропеваете, пропеваете, пропеваете Переход это делаете Переход это делаете На стыке речи и пения И потом выходите И вы заметите, что вам уже всё равно Вы можете петь, у вас нет страха У вас стена упала И вы можете громко петь Ну ладно, не буду А тут дом свалится Привет, друзья, до встречи